Мы сталкиваемся с решениями, с выборами, которые мы должны принять. Но многие люди избегают этих выборов, поэтому они никогда их не могут сделать. Неужели я живу для того, чтобы просто быть хорошим человеком? Неужели я пришел жить, вот жил хороший человек? Если ты много времени проводишь с важными вещами, ты можешь достичь многого. Если ты мало времени им отдаешь, так немножко, чуть-чуть, чуть-чуть, тогда это запускается. Знаете, жизнь человека состоит из выборов. Вначале ты делаешь выбор, потом выбор делает тебя. Вначале ты принимаешь решение, потом решение сделает тебя. Многие люди смотрят на успех других людей, смотрят на силу других людей, смотрят на достижения других людей. И они говорят, вот мне бы так, повезло дураку, а мне умному не везет. Вы знаете, и вот я уже говорил, наверное, в Америке русские ходят, ну и они, знаете, считают, вот у нас, у советских людей, мы же самые какие умные, самые какие начитанные, самые такие, все самые из себя. И в Америке наши братья, которые эмигрировали туда из Советского Союза, мы-то теперь знаем, что мы не самые умные, что мы не самые, не самые. Но они с этой мыслью из Советского Союза, когда сбежали, и они слышатся, мы так самые умные. И ходят, говорят, вот эти глупые американцы, как все хорошо придумали, точно как мы. Знаете, и я смотрю на зависть людей, когда они видят человека, который достиг чего-то. И все время вот это ощущение, повезло, ему просто повезло. Смотрят на другого человека, он достиг служения, успеха, повезло. Смотрят на другого, о, он сделал такую работу, повезло. И когда я говорю, я телеканал открыл, слава Богу, и другие пастыры говорят, повезло. Я говорю, не, не совсем повезло, не повезло, нужно платить каждый месяц. Они говорят, тогда не повезло. И вы знаете, у людей вот это ощущение, что повезет, повезет и будет все классно, а будет хорошо, будет хорошо, случится что-нибудь, и я достигну успеха. Но на самом деле проблема в том, что, ну условно скажу, когда мы смотрим на какого-то культуриста, качка, который выходит, показывает какой он там крутой, и все такие дохляки, как я, такие смотрят и говорят, мы худые, смотрим на толстые. И мы говорим, о, повезло, ему что он такой накачанный. На самом деле ему не повезло, он работал столько времени. Однажды он принял решение. И это решение на протяжении многих лет он продолжал делать, и смотрят на него и говорят, ну разве это, он потел, вонял. Знаете, как они воняют, когда этот, там пот выходит, и все остальное. Все через кожу. И они ужасный запах, и они часами проводят, и вот так делают, раз, два, раз, да, и считают. У него в мозгу просто отпечатано, раз, два, три, четыре, пять, и потом он выходит, ха, пока. Вы видите, да, как, смотрите? Кстати, вы заметили, что я похудел на 12 килограмм? Я что-то не понял здесь. Это только начало. Я планирую за год еще килограмм 15-20 сбросить. Не верите, да? Верите? Верю, Господи, помоги моему неверию. Вы знаете, все состоит от решения. Вначале ты делаешь решение, если решение настоящее. Вы знаете, сколько раз, вот я знаю толстых, я могу рассказывать о толстых столько, а я когда был толстым раньше. Теперь я расскажу все их секреты. Вы знаете, у толстых проблемы с одеждой. Они должны одеваться так, чтобы скрыть свою полноту. И поэтому он одевает такое что-нибудь длинное, такое, знаете, балахонистое, чтобы казалось, что нету у него там лишнего веса. Вы знали это, нет? Откуда вы знали худые? Кто поймет толстый, как не толстый? Я был толстым и выведу их оттуда. Так вот, вы знаете, сколько раз люди, которые находятся, имеют лишний вес, принимают такое решение, попытку. Ну, попытаюсь, ну, наверное, вот когда мне исполнится 25 лет, вот тогда уже все. Ну, исполняется 25, и потом дата переносится еще года на три. Ну, через три года я точно похудею. Еще потом, вот мне 30 исполнится, тогда точно. Вот мне, вот скоро Новый год, все, снова года, ни-ни. И вы знаете, вот это передвижение, попытка, попробую еще немножко. И вы знаете, вот это перекладывание на потом не приносит никакого результата. И это все равно, что человек приходит и говорит, ты мне сказал вчера, чтобы я завтра пришел. Ну, он говорит, ну, а сегодня же сегодня, зачем пришел? Завтра приходи. И вот это перекладывание на завтра, ну, потом, сейчас еще немножечко, сейчас разберусь и вот начну воспитывать детей. И потом дети выросли, начали пить, курить, блудить, наркоманить. Ой, а что это такое? Потому что ты перекладывал воспитание детей на потом. Ты говоришь, я сейчас занят, бизнес, работа, потом буду воспитывать. Сейчас еще немножко, они у меня хорошие, у меня классные. И ты отдавал время своей работе, все, твои дети невоспитанные. И потом ты жнешь то, что там выросло. Вы знаете, кто-то скумный сказал, мы сталкиваемся с вещами, послушайте, которые мы можем, возможно, можем изменить, но не всегда мы можем их менять. Но если мы с ними не сталкиваемся, мы их не поменяем точно. Это было сильно умно, я повторю еще раз. Никто аминь даже не сказал. Может, вы привыкли? Аллилуйя, аминь! Сейчас немножко поглубже, чуть-чуть, чуть-чуть, я на 5 сантиметров глубже, не волнуйтесь. Наберите воздуха, слушайте. Мы сталкиваемся с вещами в жизни, на которые мы можем повлиять и изменить. Мы сталкиваемся с решениями, с выборами, которые мы должны принять. Но многие люди избегают этих выборов, поэтому они никогда их не могут сделать. Они откладывают их в сторону на потом. Они откладывают, они оставляют самое важное. Они говорят, ну, это важный сильно вопрос, я вот сейчас настроюсь, потом решу. Кто-нибудь аминь скажет, а? Аминь – это значит согласен, подтверждаете. Вы знаете, самые важные вещи ты должен принимать в первую очередь. Когда ты просыпаешься утром, перед тобой появляются сотни неважных вещей. И там вдали стоят важные, серьезные решения. Решения, которые ты должен принять, которые повлияют на всю твою жизнь. Есть мелкие решения, которые надо делать. Есть мелкие дела, мелкие задачи, мелкие цели. Они нужны, маленькие цели. Но послушайте, если мы не добираемся до больших целей, когда мы не делаем самого важного в жизни, мы теряем смысл. Мы стрелимся безумными тараканами, которые просто носятся и ищут немножко еды, и размножаться, и поесть, и размножаться, и поесть, и все. И потом тапок. Хлоп, и все. Я думаю, что в жизни должен быть смысл, должна быть цель. Я знаю, что Бог вкладывает цель. Спасибо, сестра. Здесь одна сестра имеет цель. Кто-нибудь еще мне кемнет, что ли? Неважные вещи, маленькие вещи, которые тратят наше драгоценное время. Писание говорит, берегитесь, дни лукавые, время коротко. Смотрите, как оно ускользает. Время убегает от вас. Потому что в определенный промежуток времени мы сможем принять определенное количество решений, ни больше, ни меньше. Если ты отталкиваешь через время важные решения, потом, сейчас, потом, потом, попозже, сейчас не время, тогда ты отталкиваешь свою судьбу. И потом ты смотришь на тех, которые принимали важные решения 10 лет тому назад, и говоришь, ничего себе, вон, смотри, какой он такой весь из себя крутой. Гордится, повезло ему. Ему не повезло, он принял решение. Он принял решение 10 лет назад. Пока ты занимался мелкими решениями, пока ты занимался суетой, он принимал важные решения. Сегодня его имя известно. О, смотрите, его все уважают. Тебя отталкивают, говорят, пропусти вот к твоему однокласснику. А я, что хуже? Ты нормальный, но ты просто возишься с мелкими деталями. Ты все еще возишься с тараканами. Я пытаюсь вам объяснить важные решения. Давайте все скажем, важные решения. Когда приходит момент важного решения, ты должен принять важное решение моментально. Принять важное решение и сказать, хватит! Я принимаю важное решение. Я принимаю важное решение, есть причина. Я беру самое главное, бегу быка за рока, я бью самого большого. Часто люди себя отождествляют с профессией. Я сторож. Хоть сто рож, хоть двести рож, хоть триста рож. Не имеет значения, но почему ты себя связал с профессией? Почему ты себя связал с должностью? Кто? Директор. У тебя что, написано на голове директор. И что у тебя, наколка там где-то на спине? Что ты директор? Кто ты? Зачем ты? Для чего? Есть передача по нашему казахскому радио «Они приходили жить». Мне так нравится вот такая формулировка. И потом берут имена неизвестных людей, и мол, «Они приходили жить на землю». И мне название понравилось, «Они приходили жить». И я думал, интересно, зачем я пришел жить? И там рассказывают, «О, он был членом партии, но вы знаете». И какие-то дурные истории рассказывают. И он с колхоз имени там седьмого съезда поднял! И думал, вот это смысл жизни классный. Это безумие! Неужели я пришел жить для того, чтобы поднять колхоз и завести туда трактора? Это не смысл жизни! Кто я? Зачем я живу? Главное! Когда мы рождаемся, к нам начинают привязывать обязанности. Помой посуду, сходи в туалет, вытри за собой после туалета. И почисти зубы, и сделай это, и сделай то. И вот не забудь помыться, и вот учись, учебник возьми. И нам говорят, делай это. И постепенно нас навешивают маленькие обязанности, которые важны. И они как маленькие такие косички на тебя одели. И ты уже такой копна-косичек, когда тебе уже 16 лет, ты уже кто я? Ты чучело? Кто же ты? Тебя не научили заниматься главными вопросами. Потому что родители не знают ответов на главные вопросы. Почему у подростков бывает кризис? Потому что родители не дают им ответ на главное. У подростков максималистов. Зачем я живу? У него должен быть ответ, зачем? А он не знает. И отец говорит, ну как зачем? Чтобы заработать денег. И у подростка говорит, неужели так все тупо? Заработать денег и все. И мать говорит еще какие-то слова. Ну просто быть хорошим человеком. Неужели я живу для того, чтобы просто быть хорошим человеком? Неужели я пришел жить, вот жил хороший человек? Смысл. Всегда должен быть смысл. Главное, зачем я? Родители, не зная ответов на главные вопросы, не дают детям ответов. И дети должны искать сами. Но я помню мой кризис, когда я смотрел на родителей, я не мог понять, зачем они живут. Для чего все эти старания? И потом говорят, подрастешь, успокоишься. На тебя навешается еще много косичек, еще много маленьких дел, таракашков. И ты будешь сплошным таким тараканищем. И потом проблемы, проблемы, проблемы. И ты будешь заниматься решением проблем. И это убивает иногда детей, подростков. Серьезно. И вот это все, для чего вы живете. Решение ваших проблем. Вы создаете проблемы, потом их решаете, решаете. Фух, только разрешил, и вдруг до новых сто проблем выросло. Зачем? Какой след я должен оставить? Что должно остаться обо мне? Для чего Бог поместил меня на эту землю? Вначале ты делаешь решение, потом решение формирует тебя. Вначале ты делаешь привычку, потом привычка строить тебя. Вначале ты делаешь какую-то серьезную вещь, выбираешь серьезную. И потом постепенно, следуя, держась за это, ты получаешь результат. Маленькие решения. Хорошо. Мне нужны маленькие люди маленького роста с первого ряда и второго ряда. Кто у нас маленького роста? Ну давайте, идемте сюда. Все, кто не решат, идем сюда, ты первый. Наташа, идемте сюда. Все, кто маленького роста, я хочу вас в пример поставить. Все, кто маленького роста, смелее, смелее сюда идите. Вы сейчас меня носить будете. Шутка, шутка, шутка. Идите сюда. Сергей, идем тоже. Ты большой, но ты маленького роста, я знаю. Еще. Алеша, тоже идемте сюда. Оксана Базановна, идемте. Вы тоже идемте. Вы идемте, идемте. Вы изобразите, что вы маленького роста. Роман. Отлично. Поднимитесь на сцену сюда. Сегодня мы будем пример. А теперь... О, Олег у нас Назарчук, тоже малыш. Ты сам сделал, выбрал. А теперь мне нужны такие большие, такие классные ребята. Кто у нас большой, классный парень? Кто? Хорошо, Еркен и Александр Федорович и Марк, идите сюда. Такие три бегемо... Ой, толстяка. И вот малыши. Привет, малыши! Привет! Как дела, малыши? Хорошо! Вам слышно, нет? Малыши, громче можно? Да! Вы знаете, эти малыши, они обитают вокруг нас. Маленькие задачи, маленькие цели. Ну, начнем. Вот эта маленькая задача, это самый важный малыш, но с большим животом. Покушать. Купить колбасы. Этот малыш, он худой. Это оплата за квартирные услуги. На него всегда не хватает денег. Но он такой противный, едкий, он провода перерезает. Он угрожает тебя в суд, может тебя послать. Вот этот может потерпеть, но он самый громкий. Он самый громкий малыш. Есть хочу! Малыш, такой мужик. Есть хочу! Есть! Так, этот малыш, кто у нас? Ну, давайте, подскажите мне, какие еще у нас малыши есть каждый день? Транспорт. Вот, транспортные услуги. Хорошо. Этот малыш, давайте. Это бижутерия. Этот малыш, кто у нас? Расходы на детей. Хорошо. Этот малыш, кто у нас? Кто? Ну, давайте, помогите. Учеба детей. Учеба детей. Тетрадки, школа и так далее. Вот этот малыш, это наш музыкальный центр. Нужны диски, кассеты и так далее. А вот этот лохматый малыш. Вот этот лохматый. Вот я его держу сзади. Смотрите, какая у него. Тебе сзади не говорят? Девушке, передайте на билетик. Нет? Еще не говорят? Но еще... Раньше говорили, а так смотрят. Ясно. Так вот, этот малыш не девушка. Это парикмахерские услуги. Они... Ну, как бы это все нужно? Правда, нужны? Что еще у нас? Это такая рутина. Работа. Ну, вот это толстый, это работа. Начальник, который требует бумажки какие-то тупые заполняет. Заполняет. Нет, ты как малыш. Заполняет, я сказал. Заполняет, я сказал. Увалю. Увалю. Это самый жестокий. Он всех остальных малышей раздражает. Все остальные малыши, разозлитесь на него. Но с этим малышом лучше не спорить, иначе те малыши с тебя замочат, короче говоря. Хорошо, кто еще у нас малыш? Вот вы, малыш. Что мы с этим малышом сделаем? А? Одежда, одежда, одежда. Вот смотрите, какой у него галстук красивый. Все, вы будете одеждой. Какие еще малыши у нас не выбраны? Все выбраны? Отлично. Итак, малыши, ваш голос. Голос всех. Вы помните, когда кто-то шел? Одежда, начальник. Увалю. Каждый должен свое закричать. Три-четыре. Честное. Вот этот хор вы слышите каждый день. Я попрошу, теперь вот вы должны выбрать три самых важных слова. Например, план, задача, уволю. У тебя машина, бензин, масло, колеса. Бижутерия, помада, накладные брови. Ребен, что там? То есть ресницы накладные, извините. Накладные брежневские брови. Расходы на детей. Памперсы, памперсы, что там еще? Слюнявчики и книжки. Колбаса и сало. Колбаса и сало? Что же украинец может придумать? И свинина между колбасой и салом. Вы уловили, да? И теперь это под музыку нужно будет делать. Вы готовы? Будем петь. Три-четыре. Три-четыре. И... Хелестный хор, замечательный. Спасибо. Я знаю, что вы кричите с утра до вечера. Но сейчас можно чуть послушать. Вот этот хор, он заходит за нами постоянно. Есть другой. Три самых важных решения в жизни. Подойдите сюда. Не, вы так уверенно идите. Вы знаете, они не бегают за вами. Они всегда стоят в стороне. Вот эти карапузы, они как вампиры. Они готовы растерзать твою жизнь. И они терзают тебя. Важные решения. Большие. Они стоят в стороне. Они не будут бегать за тобой. И не будут молять тебя. Ну, пожалуйста, не забудь меня принять. Они ждут. Они будут ждать год. Два, три, пять, десять. Они будут ждать до последнего твоего дня. Самое важное решение. Их можно откладывать. Они соглашаются. И когда вы перекладываете их, они вас не уволят. Они вас не обидят. Они вам не скажут плохого слова. Они не будут вас унижать. Они просто будут молча стоять. Они будут ждать. Вы знаете, на кладбище часто люди уходят вместе с важными решениями. Нерешенными важными решениями. С твоей смертью эти решения маленькие исчезают сразу. Нет. Важные остаются. Когда ты придешь к Господу, их не будет там. Они будут в аду. Нет, они просто исчезнут. Они как насекомые. Но ты придешь к Господу с нерешенными вещами. Они будут стоять рядом с тобою. Ни разу не использованы. Ни разу не востребованы. Они будут решать. Они будут стоять и молчаливо говорить против тебя. И ты скажешь, ребят, где вы были? Они скажут, мы всегда были рядом. Ты скажешь, ну почему вы мне не дали знак? Я ведь каждое утро просыпался, ведь они же нападали на меня. Вы знаете, более того, эти решения, они прячутся иногда от тебя. И тебе нужно их искать. Они не просто стоят в углу где-то. Они расходятся. Тебе нужно принять усилия, чтобы найти их. Тебе необходимо стараться. Но вот эти, они не прячутся. Первое, что они начинают делать, они начинают тебя душить. Душить, я сказал. Душить. Они начинают на тебя кричать письклявым громче. И ты начинаешь... Ты начинаешь вырываться. Отпустите... Держите крепче. Отпустите меня. Я наплачу деньги. Сава, держи. Все, уходи. На деньги, на. На. И только... Начальник, я все сделал. Отпусти меня. И только ты освободился. О, да. И вдруг наступает следующий месяц. И ты начинаешь снова расплачиваться. Держи, 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 держи. Ненавижу. Один день в году, в месяц. Тридцатое число, вечер. Девять вечера, ты свободен. Через три часа. Бензин, масло и колеса. Главное, работу уволю. Квартиру надо заплатить. Замри. Вы знаете, в этот момент... Замерли, замерли. Не смейся. А в этот момент... К тебе подходит твой сын. Денис, идем, ты сыном будешь. Крок. Вот замертная картина. Или как это называется? Подошел. Сыной картина. Пап, машину надо. Нет. И он подходит и спрашивает. Пап, а что самое главное в жизни? Зачем живет человек? Зачем живет человек, пап? Спросила Кроха. Ладно, работа. Понимаешь, сынок? Замерли. Понимаешь, сынок? Отпусти начальника. Начальника уважать надо. И он начинает нести какую-то несумятицу. И он объясняет, сынок, понимаешь? Вот в жизни столько важных вещей надо сделать. Вот, например, ты кто? Сало, сало купить, помаду же нет. Что еще? Подскажите. Масло, колеса. Понимаешь, сынок, есть столько дела. Понимаешь, жизнь такая штука. Масло, колеса. Ну а в начале сало, колбаса. Памперсы еще вот. Ты узнаешь. Ты узнаешь, что такое быть настоящим мужчиной. Это бороться вот с этими гадами. Наша война до смерти. И мы, сынок, победим. Вот я умру. И тебе передастся вся тягота. И тебе передастся вся тягота. В один день умираешь и, пожалуйста. И начинается на него новая взрослая жизнь. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Спасибо, сынок. Сядьте таракашки сюда в сон. Кстати, вот это. Как их еще назвать? На самом деле это важные вещи. Очень важные вещи. Но они забирают всю твою жизнь. Они забирают все, что у тебя есть. У тебя есть одна жизнь. Одна возможность. Один шанс. И они забирают все. Ты о них думаешь. Ты вынужден о них думать. Потому что они висят на твоей шее. Ты размышляешь, как бы им угодить. А ну знаете, в чем проблема? Они начинают расти. Раньше жена у тебя покупала обувь за 50 долларов. Прошло время. Ты вроде начал зарабатывать больше. Теперь она смотрит на башмаки в 150 долларов. И ты говоришь, не смотри туда. Она смотрит. Она говорит, они на меня тоже смотрят. Кто у меня тут одежда? Кто одежда? Они тоже на меня. Подойди ко мне, смотри на меня. Они смотрят на твою жену обольстительным взглядом. И вдруг еда появилась новая. Раньше ты докторской колбасой наслаждался. Теперь. У них начинаются новые цели в жизни. Чуть-чуть ты начинаешь подниматься. Вы знаете, закон есть. Чем больше ты получаешь, тем больше тараканов в твоей семье. Маленьких расходов. Маленьких, незначительных. И ты вроде жил раньше на 150 долларов. Вел нормальную жизнь. И вдруг наступает новое время. Ты пошел на повышение. Тебе дали 300 долларов. И ты вдруг обнаружишь, тебе не хватает 300 теперь. И ты вспоминаешь, вот жил же раньше на 150 каким-то образом. И чем дальше, тем больше. Я был в Америке, люди получают по 2,5 тысячи долларов средняя зарплата. И вы знаете что? Их так много этих таракашков. Их становится все больше. У бедных их мало. Там пару тараканов. Еда и начальника нет. Одежды нет. Фактически еда. И квартплата. Вот все, что есть. Еда и квартплата. Все остальное само решается. Подойти к главным решениям. Подойти к главному. Победить их. Подойти к главному. Я думаю, человек, который способен этого достичь, мы его называем победителем. Мы говорим, о, он смог. Он вырвался. Чаще всего мы говорим, повезло. Но нет, не повезло. Он вырвался. Он совершил победу. От них я даже избавиться не могу. Никто не может избавиться. Но на них нужно тратить минимальное количество времени в твоей жизни. Их нужно просто расстреливать в начале месяца. Отстрелять и сказать, заткни. И перейти говорить с этими. Вы знаете, работая с этими, они помогут вам побеждать малышей. Работая с большими, ты сможешь плавать с большими рыбами. Ты не просто будешь одной рыбкой в косяке сардин. Так, изобразили все сардины. Три-четыре. А эта толстая сардина тоже давай. Так, народ требует сардин. Три-четыре. И вдруг рядом проплывают акулы. Давайте, плывите, как акулы. Шаркс. А мы сардиной. Три-четыре. И мы смотрим на них, говорим, ничего себе, повезло. Они большие, всех едят. Присоединяйся к этой стае, чтобы съесть вот эту всю сардину. От них невозможно избавиться. Я не говорю вам, что их нужно избавиться. Но на них нужно тратить минимальное количество времени в твоей жизни. Но вначале ты приступаешь к большим. Вначале я принимаю большие решения. И потом перехожу к маленьким. Хочешь есть? На, поешь. Что тебе? На помаду. Памперс. Памперс, на, держи. Колеса. А? Колеса. Я тебе крушу колеса. Начальник, увольняй. Я буду директором сам. Парикмахер, да быстро ножницы дайте. Принеси, у кого ножницы есть, а? Давай, слушай, для опробовки, для силы опробовки. Хвост отрежем. Еще не готов? Я поговорю с тобой после. Это будет так классно. Присутствие всей церкви. Освобождение от хвоста. Да все равно, что копыта, рога и хвост. Отрубить. Вы уловили, о чем я хотел сказать вам? Дайте аплодисменты этим благословенным людям. Кто-то спрашивает, Максим, почему у тебя получаются многие вещи? Потому что если я вижу что-то большое, у меня не все вещи получаются. Многие вещи не состоялись, не получились. Многого я не смог достичь. И многие вещи, о которых я мечтаю, еще далеки от меня. Но когда я подхожу к чему-то важному, я издалека начинаю видеть что-то важное. Я где-то предчувствую какой-то холодок под лопатками, под коленками. Аж страшно подходить к ним. И я знаю, что мне скажут, что я безумел, когда я подойду к этим решениям. Мне скажут, что я сделал что-то неправильно, когда я подойду к большим решениям. И знаете, первое, что люди начнут делать, скажут, да ты Наполеон. У тебя план наполеонский. С ума сошел. Но когда я подхожу к чему-то большому, я предчувствуюсь, что-то будет здесь хорошее. Что-то здесь будет мощное. Что-то будет что-то такое, что оставит след. Не просто след, а это значимо, важно. Бог хочет, чтобы я это делал. Если ты спрашиваешь, господи, что ты думаешь по поводу оплаты счетов, еды из памперса, подгузников, накладных бровей. Он скажет, ничего не думаю. Это твои проблемы. И быстренько их решай. Но мы отдаем этим проблемам так много времени, мы отдаем этим проблемам жизнь. И потом в конце, когда мы уходим, у нас увольняют и дают пенсию. Мы смотрим на жизнь. Для чего я жил? Спроси у пожилого человека, для чего ты жил? Ему будет трудно ответить, для чего он жил. Потому что большинство людей не подходило к важным решениям. Никогда не подходило к важным решениям. Никогда не задало вопрос, не село вечером, не выключило свой телевизор. И не сказала, что же я здесь делаю? На этой планете, для чего я? Пропустить самое главное. Это самая печальная вещь в жизни. Однажды, когда я с одним пастором из Латвии, Алексеем общался, и он пришел, смотрел, что мы делаем то, другое, третье. И он сел и говорит, классно, молодец. И говорит, знаешь, почему я тебя завидую? Я говорю, почему? Он говорит, у тебя есть запас в жизни, времени. Ты начал в 20. Я вдруг оценил, что вау, оказывается, у меня есть еще время бежать. Время есть, если человек начинает в 40, но тут уже как бы большая часть протоптана. Если человек начинает в 20, принимается за главные решения, значит, его жизнь только начинается. Значит, он может залезть дальше. Потому что в 60 лезть уже трудно. Принимай важные решения раньше. Формула, если кто-то записывает, пожалуйста, запишите. В первую очередь принимай важные решения. Не откладывай их на завтра. Отложи всех тараканов на завтра. Но сядь один день и подумай о самом важном в твоей жизни. Подумай и спроси Бога. Бог, кто я? Он не будет говорить, ты слесарь, сантехник шестого категории. Он не скажет тебе этого. Он будет говорить со своим сердцем. В какой-то момент времени каждый человек должен подойти и спрашивать Бога важные вещи. Часто наша молитва, Господи, ой, денег нет, зарплату задерживают, счета, тараканы мучают. Если это основная твоя молитва, это печально, что ты с Богом разговариваешь о незначительных вещах. Господи, чтобы меня в работе подняли, чтобы начальная карьера была. Почему ты не спрашиваешь главного? Главное, Бог, кто я? Для какой цели ты поселил меня на этой планете? Знаете, серьезные вопросы по какой-то причине мы откладываем. Как я откладывал много лет начало своего похудения. Я говорю, ну сейчас попробую. А, два дня не получилось? Ладно, через месяц, через год, через два года. Я откладывал, потом, 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 потом приму решение. И длилось, длилось, длилось. То есть, как в один день я сказал, хватит. Хватит. Мне сказали, что толстые умирают раньше. Я сказал, хватит говорить об этом. Я прекращаю жить старым образом жизни. Все. Толстые, знаете, они так любят обсуждать. А как мы толстеем? Есть только один метод. Вернее, одно отверстие, через которое мы толстеем. Жир из воздуха не приходит. Он приходит через ложку и вилку. А иногда без ложки и вилки, когда ты булку. Фу, какая гадость. Вот и все. Поставь стражника на твой рот. Охранника. Бог дал тебе зубы, чтобы злиться на еду. Ворота, чтобы не пускать туда лишнюю еду. Дал тебе язык, чтобы затыкать проход, чтобы не пускать туда лишнюю еду. Но твои стражники напились, и твои зубы расслабились, и они молотят и молотят. Остановись. Как зазвучно. Остановись. 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 Хана. Я сказал однажды, хватит. Знаете, на протяжении этого года, я смотрю, каждый месяц, я начинаю худеть на несколько килограмм. Когда я приехал в Америку, и вот эта всякая разная еда, там, знаете, там цепанул, там, там гамбургер. Я раз поправился на 3 килограмма, я сказал, хватит. Я принял решение. Я встал и пошел вдоль океана. Моя мама живет на берегу океана, в Калифорнии. Там замечательное место, 15 минут ходьбы от океана. И я встал и пошел. Мы с женой что-то разговаривали на пляже. И, ну, что-то, она говорит, вот это вот, я говорю, вот это вот. Не поссорились, ну, такая размывка. Я встал, говорю, хватит. Не смогу. Это я себе говорю, я пошел. Он говорит, куда? Я говорю, не знаю, но уйду и через час приду. Я решил идти. Я шел, шел, шел один час. Я думал, что все, я колью. Думаю, нормально, иду. Я шел час. Ушел час. Сразу сумму, час ушел. Нужно обратно идти. И с того момента я каждый день стал ходить вдоль океана. Вставал рано утром, шел вечером. За 10 дней я прошел больше 150 километров пешком. Кто-нибудь олилось, скажет? 150 километров пешком. Мы замерили потом. Я не мог поверить, что я могу это делать. И я вдруг понял, что оказывается, какая сила решения. Я хочу, я побеждаю. Есть решение. Решение помогает мне делать какие-то движения. Мне трудно еще бегать. Полстым трудно бегать. Но я ходил. Я ходил добросовестно. Я одел кроссовки. Я одел шорты. Я шел до тех пор, пока майка не была мокрой до трусов. Я занимался бы. Почему? Потому что есть решение. Когда начался телеканал СНЛ, Бог дал мне желание телеканал. Я ничего не понимал. Знаете, что я делал? Я сидел часами, читал про телевидение, про эти какие-то спутниковые параметры, технические параметры, какие-то частотки. Я изучал, я скачивал информацию. Я изучал про транспондеры, в которых ничего не соображаю. Я сейчас с трудом понимаю, но все равно я читал. Я скачивал информацию, физических каких-то параметров. Мне нужно было понять, найти зацепку. Я принял решение. Нужен телеканал. Я ничего не знаю. Мы стали писать письма. Я стал всех заряжать. Я стал заряжать людей вокруг меня. О, телеканал, это так классно. И люди говорили, ха-ха, да, как замечательно. Но не забывай, у нас столько расходов. И аллилуйя. И я говорю, я знаю эти расходы, я знаю этих тараканов. Я знаю этих тараканов, которые навешиваются, и они тратят, как вампирчики выпивают из себя жизнь. Но я подхожу к важной вещи в моей жизни. Я сказал, Господь, хочу в 30 лет, когда ты вышел на служение, чтобы я принял, увидел самое важное в жизни, а в 33 года закрепилось. Когда мне исполнилось 30 лет, мы открыли телеканал в Алма-Ате, в кабельной сети. Когда мне исполнилось 33 года, мы открыли телеканал со спутником. Я однажды сказал, хочу, что в моей жизни самое важное произошло вот в этот срок. Я назначил дату прихода самых важных вещей. И вот они подошли. Давай я начинаю телеканал. Какие расходы? Сумасшедшие контракты. Денег нет. И мы сказали, начинаем в апреле. Аллилуйя. Помните, мы кричали, в апреле начался. Мы не начали в апреле. Потом я сказал, в мае начинаем. Бог дает нам возможность. Начинаем в мае. Не начали в мае. Мы начнем через месяц. Через месяц не начали. Вы помните, 15 июля. И мы сказали, ну все, 15 июля точно начинаем. И мы начинаем 15 июля вещание нас со спутника. Чудо? Чудо. Важное решение. Важное решение. Каждый день вещание едут с сегодняшнего дня. Сотни кабельных сетей. Люди с Эстонии приезжают, с Бельгии, с Сенгл смотрят и говорят, о, мы хотим приехать в центр пробуждения. Почему? Потому что я однажды обратил внимание на важные вещи. И я продолжаю, вдруг понял успех человека в его времени, который он проводит с важными вещами. Если ты много времени проводишь с важными вещами, ты можешь достичь многого. Если ты мало времени им отдаешь, так немножко, так чуть-чуть, тогда это запускается. Если ты за своим участком не следишь, то там растут сорняки. Вырастают сорняки. И он становится безобразным. Важным вещам уделяет время, иначе оно порастет сорняками, и ты не сможешь найти главного. Апостол Павел говорит, стремлюсь к цели. Забывая заднее, стремлюсь к цели. Всегда есть прошлое, которое тебя тянет. Сегодня я уже не буду акцентировать на прошлом. Следующее собрание буду говорить о жене Лоте. У нас жена Лоте как-то откладывается в собрание до собрания. Но жена Лоте это был интересный человек. Она была связана с прошлым. Она не стремилась к большим, к значимым вещам. Ее всегда тянуло обратно. И произошла катастрофа. Она просто превратилась в соляной столб, потому что прошлое было слишком глубоко в ее сердце. Прошлые неудачи, прошлые ошибки. Знаете, почему большинство людей не могут стать успешными? Из-за неудач. В прошлом они пытались что-то сделать. Я пытался начать мою фирму и ничего не получилось. И я понял, что это глупость. Да? В смысле глупость? Начинать свою фирму это глупость. Как глупость? Посмотри на всех остальных 100 миллионов человек, которые начали работают и которые процветают. Да, ну ты посмотри на других 100 миллионов, которые я пополнил ряды. Начали. Ничего не получилось. Мы закончили, мы поняли. Это глупость. Но как глупость, если у него это работает, то у тебя это не работает. Глупость не буду делать больше. Буду с шахтером. Все. Ну хорошо, будь шахтером. Они тоже хорошую зарплату получают. Но это не глупость. Просто ты ранен, и твое прошлое влияет на тебя. Твои прошлые ошибки, неудачи, они влияют. Говорит, не делай, не ходи, не получится. Тебе не... Если ты была отвергнута однажды, и тебе ощущение отверженности, ты говоришь, я никому не нужна, никто меня замуж не берет, да у меня уже возраст такой. И ты находишь 200 причин, почему тебя не возьмут замуж. Спросите женщину, которой 29 лет, почему ее не возьмут замуж. Она вам 200 пунктов даст, почему не возьму. Первое, мне 29. Второе, посмотрите на мое лицо, ну покрась его. Накладные брови наложи. Ну пойди там, где женихи гуляют. Что ж ты сидишь со старухами? Старухи не найдут тебе мужа. Подойди к нему. Говори мужчинам комплименты. Мужчинах есть нужда, жажда, чтобы чувствовать себя героями. И вот ходят эти молодые, ну как их назвать, самцы нельзя, ну скажем, красавцы с такими ушами. И все им в детстве говорили, ты дурак, ты болван, в твоей жизни ничего не получится, да ты неудачник, ты тупица. И он ходит, он уже верит в эту картину, и вдруг появляешься ты. Говоришь, какой ты умный. Они как мухи, ой, как пчелы на мед полетят. Я секрет выдаю женщины, которые ищут мужа. Комплименты говорите. Они нуждаются в стоплых словах. Но если он женатый, тогда он тебе будет проклятие. Не смей смотреть на женатого мужа никогда. Итак, к чему-то я говорю. Есть 200 пунктов у них, почему у них не получится. Но хотя бы один пункт, почему получится. Прими важное решение. Важное решение, перестань. Когда я сказал, я худею. У меня есть один сынок, который сегодня сынка изображал. Он говорит, а я никак не могу потолстеть. Я говорю, вот сейчас сам послушаю, что ты сказал. Я говорю, я худею. А ты мне сказал, я никак, никогда, он худой, не могу потолстеть. даже твои слова определяют твои отношения. Я никому не нужна и никогда замуж не выйду. Анализируем. Я никому никогда не нужна и замуж я не выйду. что ты хочешь? Люди иногда думают, что это знаете, как утопающий, когда тонет, он делает ужасную вещь. Когда кто-то подплывает его спасать, знаете, что он делает? Он топит его, душит. Ивана нет крюкова. Однажды Иван чуть ли меня не убил. Он плавал немножко. Я говорю, ну пойдем проплывем. я говорю, ты просто за моим плечом держись, просто держись. И другой рукой греби. И я поплыл. И когда он начал грести, он начал давить на мою плечо сильнее, потому что та рука у него не гребла. Он положил вторую руку на меня. Стал давить. Когда вода ему так стала, он стал давить на меня глубже. Я чувствую, что это нету. Раз грибом. Рядом стоят миссионеры. Ржак такой у них сильный. Они смотрят на ее картину. Я чтобы не опозориться, начинаю грести больше. Иван чувствует, что начинает уходить. Он начинает залазить на меня руками. Знаете, что он сделал? Он понял, что все, спасайся, кто может. И вот эта философия спасайся, кто может, он начинает залазить на меня. Потом он сковал мои руки, он сковал меня. Я уже чувствую все, все, хлеба и ухожу под воду. Что я делаю? Я принимаю серьезные решения. Сделать Ивану больно. Потому что он судорогов начинает сцеплять меня, что я скованный в движениях. В бассейне. Все миссионеры ржут. Два трупа будет. Кто? Директор библейского центра и директор миссии. Я представляю за газетные статьи. Умер одновременной смертью. Я ныряю. То есть опускаюсь вообще на дно. То есть решил уходить на дно. Знаешь, что произошло, когда я начал нырять? Он начал на меня залазить сверху. Под водой разворачиваюсь. И что силы кулаком ему пух даю, чтобы он отлетел назад. Выныриваю, опять ныряю и под водой пух второй раз ему. Он легкий, пух отлетел, пух отлетел. И так я его выбил на берег. Ты что, мы чуть ли не утонули? Я говорю, вот именно мы чуть ли не утонули. С тех пор я решил никого учить плавать не буду. пусть сами учатся. Но это знаете, примерно то же самое, к чему я привел этот пример. Когда человек говорит, у меня ничего не получится, потому что я уже пробовал и не получилось. То же самое, что в бассейне Иван топил меня. Ты утонешь и те, которые вокруг тебя утонут вместе с тобою. Они верят тебе? Говорят, да, мы понимаем. Не у всех людей получается. Ты заряжаешь атмосферу, вся твоя жизнь. У тебя нет решения, что у тебя получится. Что нужно делать? Нужно принять решение и сказать, получится. 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 У меня все получится. У меня получится. Заряжай всех остальных мы начнем телеканал. Мы будем вещаться на 74. Это будет первый в истории человечества христианский канал на русском языке. Да ты амбициозен? Да! Потому что у меня есть решение. И мои решения дают мне святые амбиции. У меня есть святые амбиции. Божьи амбиции. Получится. Мы сможем. Мы преодолеем. Мы распространимся по всему лицу земли. А у тебя Бог мне сказал самое важное. И теперь я знаю для чего я живу. Я знаю что я должен сделать какой след оставить в жизни. Я даю время важным вещам. Значимым вещам. Большим вещам. Ценным вещам. И из-за этого потом говорят повезло тебе. Да повезло. Классно. Просто ты не знаешь те годы когда я боролся и поисках этих важных вещей. Ты не замечаешь то время которое провожу чтобы найти важные вещи. Когда мои помощники организация растет у нас уже огромное количество сотрудников 160 человек работают там 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 и когда они начинают грузить мелкими вопросами подпиши пастор вот здесь 30 деньги пастор а вот это можно а вот это можно и когда на меня вдруг вот этот шквал вот этих заявок я закричал кто я ударил кулаком по столу и сказал не заходите ко мне запрещаю но это так важно вы не забыли уехать я говорю ваша проблема я передал всю ответственность за Икину и теперь это большое в его жизни самое важное для него спасти меня чтобы я не утонул в заявках вы понимаете к чему я подвожу пытайтесь найти свою линию которую Бог показывает вам ты хочешь начать фирму компанию начиная с большого нужно ну я не знаю учись тренируйся смотри за другими возьми самое важное возьми что я могу взять научись смотреть за людьми которые берутся за самое важное так много в жизни неудачников из-за того что они разбираются с мелкими вопросами и к концу дня у них нет сил заниматься важными вопросами и когда он садится дома вместо того чтобы думать о важном он включает телевизор и смотрит ладно все но смотрел смотрит чушь какую-то займись важным уделяй несколько минут важному помолись о важном думай о важном координируй свою жизнь в соответствии с главными вещами которые Бог дает твою жизнь направляй свою жизнь согласно главным вопросом первый самый важный вопрос это вопрос спасения а спасен ли я а что будет пойду ли я на небо принял ли меня Господь действительно ли я получил спасение или я просто думаю что я спасен возродился ли я от слова Божьего живет ли в моем сердце Господь мотивирует ли меня Господь говорит ли со мной Господь насколько я спасен это важный вопрос это самый важный важнее всех после этого вопроса когда ты говоришь да этот вопрос решен поднимается второй вопрос второй очень важный вопрос кто я Бог кто я мне все говорят что я тракторист кто я скажи мне то что скажешь ты Господь то есть для меня твое определение важное твое определение самое значимое твое определить что ты определяешь для меня этот смысл после того как ты получишь ответ на этот вопрос следующий третий самый важный Господь теперь я знаю кто я теперь что мне делать апостол был радикалист апостол павел был радикалист он шел убивать христиан он сказал буду убивать христиан он был террорист номер один в то время и он шел убивать христиан он выпросил разрешение чтобы грабить уничтожать христианство. Ну, дали официальную справку, справка дана Павлу, Савлу еще, он не апостол, в том, чтобы разорять дома, забирать имущество, грабить, уничтожать, истреблять христианство с земли. Вы знаете, этот идет парень, говорит, Господь, слава тебе, я иду убивать эту нечисть христианскую. И идет он, в Дамаск, по-моему, он шел. И вдруг на пути Господь видит, вау, парень, все остальные сидят, делать нечего, просто там, я не знаю, массу едят. А этот выпросил разрешение, яро, молится каждый день, Господь, позволь мне истребить еще одного христианина с земли. Искренне. И Бог говорит, слушай, вау, какой классный парень. И вдруг по дороге в Дамаск, пока он идет убивать свето-представление, пах, и Господь ему говорит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Там написано, что ты гонишь меня? Очень хорошее, современное выражение. Господь по-современному говорит, что ты гонишь? Меня. И он говорит, что ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Господи. Другой бы человек сказал, Господи, прости, не убей, не казни, не ой-ой-ой. Все, хана, мне он убьет меня. Знаете, что он сказал? Вспомните, что он сказал. Только что шел убивать христиан. Появляется Иисус, говорит, что ты гонишь меня? И он задает вопрос. Он говорит, Господь, а что мне теперь делать? Мне так нравится. Ты еще не прощенный, мужик. Тебе сейчас хлопнет, Господь. Все, прощайся с жизнью, вот идешь. А он говорит, Господь, какую работу дашь? Давай. Бог ему ничего не сказал еще. Ничего. Иисус ему ничего не сказал. А он уже просит работы. Представляете, какой радикалист. Он сразу же берет за главное. Что делать? Вы понимаете? Он не говорит, ой, пошел жене жаловаться. Ой, я, оказывается, все не то делал, что теперь пастор скажет, что Петр скажет, ой-ой-ой. И христиане, как ему в глаза будут смотреть. Он перестал ныть. На его руках кровь христиан. Он негодная личность. Его даже в церковь нельзя пускать. И вдруг он говорит Господу, Господи, что делать? Давай я работаю. Я готов. Как мне нравится вот это. Вы знаете, что апостол Павел, он взял ошибку в жизни. Во время, когда Иисус ходил по земле, он вообще непонятно где был. Он ни разу не встретил Иисуса. Представляете, жить во времена Иисуса Христа. Жить в том месте, где Он находится. Слышать все эти истории про Иисуса из Назарета, который ходит и творит чудеса. И с Ним ходят рыбаки и творят чудеса. Находиться в той стране, в той... И не встретиться с Иисусом. Представляете, как можно влететь вообще по полной программе? Ты жил в то время и пропустил. А Иисус ходил, пропустил. Его распили ты пропустил. Он воскрес и пропустил. Он вознесся, тебя там не было. Ты сидел у ног какого-то гамалиила. Там написано, сидел, что он там сидел, не знаю. И этот гамалиил, вот ты вот туда не... Чего он тому в голову втирал? Вы представляете? Ужас! Если бы я был в тот момент и вдруг понял, что я пропустил самое главное событие в истории человечества. Пропустить самое важное. Если бы я... Ну, представляете, жил во времена Иисуса и не встретился с Ним. Ну, каким... Ну, извините меня, каким тупицей нужно быть, да? И потом всю свою жизнь сожреть. Ой, я не встретился с Ним. Ой, все плохо. Но он встретился в видении. Он сказал, Господь, что повелишь мне делать? Знаете что? Он написал две трети Нового Завета. 75%. Его имя более известно, чем всех остальных апостолов. Для церкви он сделал больше, чем все апостолы вместе взятые. Пока апостолы сидели в Иерусалиме и думали, из христиан делать евреев, потом христиан делать? Или как? Обрезать их, не обрезать? Пищу какую кушать? Такую или такую? Они наобседине обсуждали. Что им кушать и что не кушать? А этот парень шел убивать христиан, еду убивать. Встречает Господа. Берет новую работу, говорит, что делать? И значит, что делать? Идет спасать христиан. Язычников. И христиан в том числе. И начинает работать, насаждает церкви. И идет по язычным странам. И там эти сидят начальники апостола. Говорят, ты что там делаешь? Иисус им сказал. Помните поручение, какое Иисус сказал? Идите. Кого? Все народы. Они сидят, думают, только евреи могут быть спасены. Этот идет и учит все народы. И он спасает их. Эти разозлились. Говорят, кто это там такой? Там что он будет? В Ефес пошел. Ты что? Галатом пошел. Ты галатом, он сумасшедший. Говорят, ну-ка сюда иди, доложи нам. И вот он пришел к ним, к начальникам. Здравствуйте, братья. Аллилуйя. И стал он с ним разговаривать. Ну как ты мог? Без разрешения нашего. Он говорит, Господь мне сам дал повеление. Да? Угу. Но ты чего не видел? На нас есть благословение Господа. И меня тоже сам Господь благословил. В одном из посланий он пишет. Меня поставил не человек. А то он пишет Петру. И не кто-то из людей, но сам Господь Иисус Христос. Он доказывает им, что он Иисуса встретил. Они сомневаются, где ты был, в урока валял. Но знаете, он сделал больше след в истории христианства, чем кто-либо. Он нам показал, что такое миссия. Он показал, как достигать народы. Благодаря апостолу Павлу Иисус видел, что апостолы делают не то. Знаете, что Иисус потом допустил, чтобы они распространялись по всему лицу земли? Гонения к ним туда в Иерусалим. Бух и гонения начались. И они побежали из Иерусалима, спасая свои жизни. Один убежал в Индию, другой еще куда-то распространились. А апостол Павел уже распространился. И церкви начали. Он брался за главное. Если ты встречаешь Иисуса, если ты чувствуешь присутствие Господа, кричи, Господи, что главное в моей жизни? Кто я? Что мне делать? Вот моя жизнь. Вы уловили что-нибудь? Будьте так любезны. Встаньте. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод. Было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал СНО, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал СНО – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алма-Аты, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Продолжение следует...